Привет. Продолжаем наши разговоры про то, как я делаю черно-белые картинки из цветных. На самом деле вся эта история напоминает анекдот про то, как к Нильсу Бору, когда он еще был студентом, обратился преподаватель и попросил его рассказать, как можно с помощью барометра измерить высоту здания. Ну и он предложил ему, например, бросить барометр с крыши, посчитать время, за которое он упадет, раскачать его в виде маятника и померить разницу в ускорении свободного падения, посмотреть, сколько света он отбрасывает в солнечный день и так далее. Самый лучший вариант был, когда он просто предложил подойти к владельцу здания и сказать, у меня есть отличный барометр, он ваш, если вы скажете высоту здания. Вариантов было до хрена, мягко говоря. Так и с переводом в ЧБ, вариантов перевести в ЧБ у нас тоже очень много. И я сейчас хочу продолжить то, на чем мы закончили прошлый раз. А прошлый раз мы закончили на том, что фактически все изображения, которые мы переводим в ЧБ, и все изображения, которые мы видим и которые нам нравятся, они обычно еще и слегка тонированы. Тонировать мы можем с помощью тинта вот здесь, я об этом уже говорил, да? Ну, тут важно не переборщить и не выбирать всякую жесть. Хотя, ну, черт знает, что нам может понадобиться. Допустим, мы перевели в ЧБ без тонирования, подобрали нужные нам параметры, передачные функции по нужным каналам, по нужным цветам. И вот у нас результат. Мы можем даже свести слои, чтобы нам они не путались под ногами. Что же мы теперь хотим? Мы теперь хотим затонировать. Но тонировать мы будем иначе. Вообще, тонирование фотографий – это тема для отдельного большого разговора, который, может быть, потом мы как-нибудь и проведем. Тонирование черно-белой фотографии – это частный случай. На самом деле он проще. Потому что здесь мы не пытаемся сдвигать разные цвета в разные стороны, скажем так, да? Мы будем двигать черно-белую картинку с помощью тех же практически процедур, которые используются для цветных картинок. Но здесь у нас база ЧБшная, она не предполагает какой-то вариативности, кроме как вариативность яркости. Поэтому все несколько упрощается. Я обычно тонирую с помощью кривых. Вы знаете, что кривые вот они, да? Кривые бывают RGB-шные, бывают по отдельным RGB-цветам. По красному, зеленому и синему. И вот именно тонирование таким образом позволит нам сделать достаточно тонкие настройки. Кстати, все знают, да, что точность работы вот этих кривых и плотность этой сетки можно поменять, нажав на Alt и кликнув вот сюда вот. Увидели, да? Размер сетки поменялся. Итак, мы будем тонировать. Причем мы будем тонировать, сдвигая кривые. И с учетом того, что с помощью кривой мы отдельно в цветах и в тенях, этот сдвиг в цвете мы можем менять. Мы выбираем разные кривые, зеленую, синюю. И крутим, и смотрим, что же у нас получается. Понимаете, да, что уменьшая красный, вычитая его из картинки, вы добавляете другие цвета. Вот, посмотрите, было-стало. Теперь исходная картинка даже кажется зеленоватой. Хотя на самом деле она серая, глаз быстро адаптируется, и вы увидите, что все хорошо. Но тем не менее, вот мы добавили некий тинт. Причем гораздо интереснее этот тинт, чем тот, который делается с помощью встроенной функции, потому что там он один, и сдвиг всегда в одну сторону для цветов и теней. А тут мы можем все настраивать гораздо тоньше. Достаточно долго посидев над картинками, я подобрал себе несколько пресетов, которые использую теперь для того, чтобы добиваться тех целей, которые я хочу. У меня есть пресеты, вот они. И вот я фактически выбрал пресет, вот получил тонирование, которое я хочу. Вот такая легонькая сепия, но она разная в зависимости от того, цвета или тени в изображении, и разный сдвиг под цвет в этих цветах и тенях. Видите, кривые изогнуты очень-очень аккуратно. Но вот этого небольшого изгиба хватает для того, чтобы получить картинку, которая гораздо интереснее, чем тинт, полученный с помощью штатных средств со сдвигом в одном направлении. Теперь поговорим про принципы перевода в ЧБ вообще. Простейший способ перевода, да? Вы сами понимаете. Ну, конечно, можно просто взять канал яркости, это тоже будет вариант. Но мы можем добавить сюда слой, залить его 50% серым, вот RGB 128, 128, 128, выбрать режим наложения цвет. И это будет некая обесцвеченная картинка, но она в целом достаточно скучная, хотя я допускаю, что есть масса вариантов, когда подобное преобразование вполне себе имеет место быть. Но нам хочется что-то поинтереснее. Таким образом, мы можем сделать что? Мы можем сделать классическое преобразование в ЧБ с помощью чудесного такого средства. Очень рекомендуют его Gradient Map. В Gradient Map есть готовые пресеты, которые предполагают перевод в ЧБ. Смотрите, насколько это интереснее. Вот сравните перевод в ЧБ с помощью нашего заливки, где все достаточно равномерно, и перевод в ЧБ с помощью Gradient Map. Почему он лучше? Потому что Gradient Map в данном случае позволяет нам тоньше настраивать передаточную функцию, ведь это не что иное, как передаточная функция. Мы можем доставить здесь дополнительных точек, двигать их, и таким образом либо расширять зону цветов, либо, наоборот, ее скомпрессировать и растянуть тени, и подобрать уже именно ту передаточную функцию, преобразование яркости, которую мы хотим. Результат будет совершенно разный. В принципе, наиболее удобный для конвертации способ. Сейчас я тут такого накручу, просто чтобы вы испугались. Видите, да? Берем по умолчанию, и все у нас хорошо. Совершенно разные. Еще раз сравните, да, результаты. Но это один момент при переводе. А второй, он не учитывает сам цвет изображения. Он учитывает только диапазон яркостей. Если же мы хотим учитывать цвет, мы можем выбрать либо это преобразование, либо это преобразование. Но, поскольку вы понимаете, да, что вот этот слой действует на все слои, что ниже него, соответственно, чтобы как-то повлиять на то, какие цвета будут как-то преобразованы по-разному, мы должны добавить сюда какие-то дополнительные слои. Я предлагаю выбрать Channel Mixer. Это наиболее естественный выбор. И теперь мы, меняя цвета... Ну, давайте выключим. Мы здесь можем менять все соотношения цветов, подмешивать одни к другим, менять яркость этих цветов и так далее. И это будет сказываться на том, какое ЧБ мы получим. И вот такое сочетание Gradient Map с Channel Mixer дает вам самые широкие возможности. С помощью Gradient Map вы можете настроить передаточную функцию, которая влияет на яркость изображения. Можете тут даже замаскировать что-то. Ну, уж такой хернёй мы не будем заниматься. А с помощью Channel Mixer вы меняете пропорцию цветов, из которых, собственно, это ЧБ изображение строится. То есть мы знаем, что зелёный канал у нас очень сильно присутствует в коже, что у нас синий канал влияет на другие вещи и так далее. И таким образом вы можете это преобразование тонко настроить. То есть вместо Channel Mixer на самом деле вы можете использовать другие корректирующие слои. Никто нам не запрещает взять, например, Hue Saturation и менять Hue Saturation. И тоже получать результат очень интересный, тонко настраиваемый. Более того, вы знаете, да, что есть режимы наложения, которые позволяют, например, в EnderLine Layer, меняя вот эти ползунки, смотрите, как меняется картинка. Если мы нажмём Alt, этот переход будет более плавным, что я всячески рекомендую. Таким образом, мы можем влиять на какие части исходного изображения, исходя из их яркости, будет влиять наша коррекция. Более того, мы можем выбрать какие-то отдельные каналы, на которые она, вообще говоря, будет влиять. И тоже получать совершенно разный результат. Надо понимать, где у нас синего цвета больше, да, где у нас больше зелёного в коже, например, какая у нас картинка, для пейзажа настройки будут совершенно другими. Таким образом, сочетание одного из слоёв, который влияет на соотношение цветов в изображении, и любого мы обесцвечивающего слоя, который влияет на передачу яркости, либо он линейный, либо он нелинейный, как в случае с Gradient Map, даёт нам все возможные настройки, которые только могут понадобиться. Ну, а потом сверху мы накидываем кривые и делаем тонирование. Вот таким образом мы получим практически идеальное чёрно-белое изображение. Если у меня возникнет желание эту тему ещё немножечко развить, я хотел бы поговорить дальше про то, как мы можем делать тональную компрессию, начиная с компрессии в момент перевода RAW в наш TIFF или в JPEG, во что вы там конвертируете, это некритично. И хотелось бы поговорить о том, как подбирать контраст самого чёрно-белого изображения, и почему исходный контраст должен быть пониженным. Но это уже тема для следующего видео. Всего доброго!